По этой тропинке ходят воины, которые находятся в старом терминале. Ты тропинку особо не снимай. Давай, какой тут за машинкой поставим, пока поднимем. Красиво. Вот здание старого терминала. Ага. Ага. Вот на этом месте он лежал. Здесь его расчистили. Вот следы остались совсем чуть-чуть. Просто лежал в 100 метрах от занятых ими позиций, откуда их выбивали при штурме. И нести забрать, наверное, не было у них возможности или желания. Поэтому просто сожгли. И избавиться от следов. Аллах Акбар. Если кому интересно, будем развинчивать миф о чеченцах, кадыровских боевиках и русских наемниках, российских войсках регулярных, что наиболее как по мне интересный факт. Об их пребывании тут, об их участии в штурме, о том сколько их здесь погибло. Они там в нем прятались, в смысле better прятались в терминале. Вот он терминал. Эти люди хотели бы приходить в этот аэропорт, садиться в самолет и лететь куда-нибудь. А не воевать здесь. С фашистами. Привет. Вот такие стишки пишут воины Украины. На стенах терминала. Какие еще напишут, мы не знаем. Очень примечательно и интересно, что люди Ланы, Широкополе, Днепро как бы ставят нам во врага. Хотят сказать, что нам этого не видать. Они наверное не понимают, что нам это и не нужно. Мы для них сепаратисты, сепары. Вот. Большое количество сухпая украинского еды, ставленное украинской армией для нас. Мы этим питаемся. Мы отбили у противника, теперь будем это есть. Вот наши снабжения из России. Вот наши поставки российской гуманитарки. Вот они. Вот что мы едим. Вот мина, оставленная украинской армией. Вот она будет выстрелена в противника из миномета, оставленная украинской армией. Рассказываю, что мы едим Аслан. Вот мины, оставленные украинской армией. Эти мины будут использованы против них же из миномета, который оставили они же нам. Вот оно оружие из России, которое стреляет по украинским солдатам. ихнее же оружие, ихнее же мины. Вот эти мины с аэропорта, эти же мины летают в Донецк, в частный сектор, в дома, в детей, в женщин, в мирных жителей, в нас. Вот эти мины летали на твой октябрьский, потом полетят во врагах. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. В подвале, где шкирились укроповские солдаты, знаменитые киборги, которые сбежали с терминала, нашли как трогательные письма, трогательные фотографии, рисуночки от детей, со всякими колечками, со всем, как украинские дети, желают победы украинским солдатам, победы над мирными жителями Донбасса. Ну, по-моему, цинично заставлять детей писать такую фигню, рисовать такую фигню. Добрый день, дорогие солдаты. Мне майже 13 роков. Я, разумеюсь, навколо подій на Сходе. Я, разумеюсь, вам дуже важко вбивати жителів Донбасса. Ну, это я утрирую. Ну, что-то такое. Я щиро, з усім сердцем, бажаю вам крепкого здоровья перемогти цих сепаратистів. Слава Україні, героям слава! С повагою, Днепропетровська Настя! Разве может русская девочка Настя от щирого сердца, блин, 1.09.14 года, желать смерти жителям Донбасса, шахтерам, детям, чтобы они погибли? Не пойму, что-то, по-моему, как бы идет зомбирование детей, блин. Тут даже по-русски. Тоже с Днепропетровска. Познякова Анна. Русская девочка Познякова Анна в восьмом классе учится, с города Днепропетровска. Спасибо вам большое за то, что вы нам помогаете. Знаете, мы вас любим и ждем. Ждем с надеждой. Вот еще. Мы очень горды за вас. Вся Украина верит и надеется, что больше не будет смертей от российского оружия. Понимаешь? Они думают, что они воюют с русскими людьми. И вот, смотри, любите воины, меня зовут Даша, мне 9 лет. И я обожаю вам швидкого одужения. И еще я хочу сказать вам великое спасибо за то, что вы захищаете нашу родную Украину. Опять все жители Днепропетровска. И таких вот, ну, почти одной рукой написанных. Вот. Единая страна. Найдены украинские флаги, которые они вывешивали здесь, в нашем родном Донбассе, блин. Сняли мы их. Украина победа все равно будет за нами. Враг будет разбит. Вот. Вид на новый терминал аэропорта Донецка. То, что от него осталось. В нем находится противник. Он занят. Таково положение дел пока. На этой стороне терминала висели флаги, вывешенные украинскими войсками. Украинские флаги в Донецке у нас сбивали, они попадали. Вообще, украинский флаг нынче очень интересная штука. Для одних это символ отчизны, героизма, лживого. А для других это символ смерти, боли, гибели близких, унижений, страданий. Вот так живут жители Донбасса на сегодняшний день. И делают все, чтобы это изменилось. Вывешен флаг победителей. Флаг Павруссии. Будет висеть. Вывешен флаг Мальчик. Флаг Павлю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...